11 лет назад Валентина Ивановна приехала в поселок Мирный. Ни друзей, ни знакомых у нее здесь не было. Скучать женщина не стала. А чем пернатые не друзья? Она установила 4 скворечника, и на данный момент к ней прилетает 22 вида разных птиц, в том числе и редких. Пернатые гости уживаются во дворе Валентины Ивановны Мирной, даже кушают с одной кормушки. Драка конфликтов тут не происходит, хотя есть среди них и хищники. Любительницы птиц фотографируют их через окно, и получаются весьма занятные кадры. Я даже сама не ожидала, что столько много будет видов птиц. И ястреб, перепелятник прилетает, этот санитар наш. Прилетают дубоносы, хотя наши орнитологи сказали, что это редкая птица. Даже сойка прилетает. Самый редкий прилетает лазаревка. Щеглы они бывают только летом у меня, до поздней осени. Дубоносы у нас считаются. Зеленые дятлы, малый дятел, большой пестрый дятел. Валентина Ивановна научилась разбираться в птицах не хуже любого специалиста-орнитолога. А как же иначе? Ведь нужно знать, кто в гости пожаловал. Хотя изначально знаний таких не было, но терпение и интерес сделали свое дело. Любительница пернатых долго и упорно изучала соответствующие книги и теперь знает о птицах практически все. Кстати, прокормить пернатых удовольствие не из дешевых. Наша героиня даже в чем-то отказывает себе. Но кормушки птиц в ее дворе всегда полны. А родственников и друзей просят на праздники не покупать ей подарок, а принести лучше семечек для ее пернатых гостей. Хотя, пожалуй, птицы для нее это уже не гости, а полноправные члены семьи, ведь она их полюбила. Съедает много. В этом году съели два мешка, мне привозил сразу, я беру оптом два мешка. И вот еще пришлось покупать. Вот килограмм десять я уже взяла. Это где-то в пределах 80-90 килограмм одних семечек съедают. Сало в прошлом году съели 12 килограмм. В этом году не считала, сколько они съели сало. Хлеб белый. Вот сегодня взяла бутбатон. Вот он уже там. Все. Кончается. Так что сегодняшний день птиц – праздник нашей героини. Отмечают этот день и в Рязанской городской станции юных натуралистов. Существует необходимость по охране птиц не только учеными, но и широкой общественностью. Самый распространенный доступный способ – это, конечно же, вывешивание скворечников и кормушек. В живом уголке тут можно увидеть попугаев. Живут они на станции юнатов достаточно давно, ухожены и чувствуют себя отлично.